Добрый день, друзья! Сегодняшнее видео у нас будет посвящено выбору и замене газомасляных амортизаторов на автомобиле Нива. На своем автомобиле я проехал 33 тысячи километров и уже как километр где-то примерно 1010 стал замечать, что автомобиль мой по полевой дороге стал спотыкаться именно перед. Или когда по трассе идешь, небольшая там кочка как-то вот, знаете, спотыкается. Вот, заехал на стенд, где проверяют амортизаторы и, к сожалению, мои опасения подтвердились. То, что перед у меня остался примерно 20% работы и там что-то 25% работы амортизаторы. Задние 40% работают. Так вот, заводы стоят газомасляные амортизаторы в круг на Ниве. Производство СААС, по-моему. Вот, ну как почитала тоже по форумам, то, что долго они не ездят. Многие пишут 10 тысяч и все на этом. Поэтому сегодня мы сейчас поедем в магазин Полный Привод. Да, кстати, у нас в Оренбурге есть магазин Полный Привод, где мне делают скидки. И также, если вы приедете в этот магазин, скажете, что YouTube канал Нива 007, вам сделают скидочку. В описании все данные я этого магазина оставлю. Все, поехали выбирать. Субтитры сделал DimaTorzok Возьмем твой данный автомобиль. Вообще, как бы на будущее всем могу сказать, то, что при покупке амортизаторов всегда учитывается непосредственно манера, стиль и эксплуатация вообще автомобиля. То есть, этот такой процесс как бы непосредственно индивидуальный. То есть, зная витальяновскую манеру езды, где машина у нас эксплуатируется и как она обслуживается. То есть, мы тоже это все знаем. И непосредственно мы будем собирать из нескольких производителей непосредственно амортизаторы. То есть, и какие комплектующие, и что где, какие доработки тоже мы будем доделывать. То есть, даже с новыми деталями. Сразу пока все это новое, все это чистенькое, все будет устанавливаться. То есть, данный автомобиль у нас длиннобазная Niva. То есть, в отличие от коротыша, машина намного тяжелее. Вот. И работа ходовки абсолютно идет по-другому, чем у коротышки. Вот. Возьмем, например, сначала переднюю часть автомобиля. Передние амортизаторы производства Каяба. То есть, Каяба все намного знают, что амортизаторы очень хорошие, очень качественные. Вот. И много как идут аналогов на все там иномарки. То есть, как показала практика, то есть, Каяба на наших Niva работает очень долго. Вот. Как бы с большим запасом прочности. И данный амортизатор идет газомасляный. То есть, мы не будем уходиться, отклоняться непосредственно от завода производителя. У Виталяна устанавливаются амортизаторы завода уже газомасляные. Но наполнение газомасляных амортизаторов, ну, оставляет такое там, желать лучшего. Потому что они просто тупо чуть-чуть пожестче, чем масляные вот амортизаторы. То есть, нам нужно спереди убрать колебания. То есть, когда Виталян идет по полевой дороге, исключить эту раскачку. То есть, раскачка, это ширканье арок колесами, то есть, потеря управления. То есть, как бы это даже в момент торможения экстренного амортизатор играет очень большую роль. То есть, чем жестче сидит у нас передок, тем меньше тормозной путь у нас в автомобиле. Вот. Какой плюс еще самый главный, самый основной, то есть, непосредственно данного амортизатора. То есть, если мы возьмем стандартный. Сейчас, одну минуту покажу. Друзья, если вы решили приобрести новые автомобильные коврики, которые идеально подойдут на ваш автомобиль, тогда нано коврики RF проверил лично на себе. Смотрите разницу с другими производителями. Редактор субтитров А.Семкин Друзья, давайте проведем эксперимент нано коврики и резиновые коврики. Что будет, если мы 200 грамм воды с ног у вас, снег растаял, что произойдет на резиновых ковриках? Вода остается, и ноги постоянно будут локрые у вас. Что происходит с нано ковриками? Вода распределяется по всем ячейкам, видите? И у вас ноги сухие. Все, воды-то нету, видите? Вся вода находится в ячейках, и чтобы ее выбросить, достаточно. Ничего не подкладывал, ничего не подсовывал. Вот эти амортизаторы у нас с завода стоят. Да, то есть, я достаю, то есть, пломба защитная, все как это. Мне можно так делать. Здесь паспорт, все как положено. То есть, вроде что, машина у нас, внедорожник, джип, камни, песок, грязь, мрязь. Все, доставил, вот он. Что защитный кожух? Пластик. Это что нам? До первого камня. Пластик разбился, штук оголился, амортизатор умер. Что в отличие от Каяба? Металл. Все, то есть, мы уже спереди максимально защитили даже амортизатор. Так, это вот у нас установлены такие завода. Все ясно. Здесь амортизатор газомасляный, прокачивается при установке газомасляного амортизатора, как на любые машины, то есть, там прилагается инструкция. Вот, это долго я не буду рассказывать, тем более, если это будут люди ставить в автосервисе, они все это знают. Прокачали в одном положении, в другом положении. Положили на бок, если кто-то будет сам делать, все, вся процедура заново. Все. Прокачиваем заново. И установка идет, ток в вертикальном положении. Прокачали вертикальный установок. Понял. Все. В данный комплект амортизатор входит в новые шайбы. Новые шайбочки. Верхняя, нижняя, резиночки. И новый галичок. Сюда. Это, почему эта железка здесь лежит. Всем будет сейчас понятно. Есть нюанс. Есть нюанс. Есть нюанс, это, причем, как бы, нигде не написано, нигде не прописано. Я считаю, что даже не маленький, а большой даже нюанс. Даже, наверное, большой. Чисто из живых людей, как все это дело дорабатывалось. Что на Ниве, что на Шеве, кронштейн крепления амортизатора. То есть, верхняя часть. Да, то есть, вот мы положили заводской, то есть, у вас на машине также вот установлено все. Вот он идет кронштейн. Сюда, сюда крепится вверх. То есть, теперь смотрим. Все прекрасно видят. И этот металлический стук. Собираем амортизатор все как положено. Все штатное. Что тот, что этот, буду еще точно так же собирать. То есть, не только у Кояба, но и у завода данный недостаток существует. Все вот собрал. Буду устанавливать верх ногами, чтобы было видно. Все, я вставляю. Видите, да, что у нас. Ставлю штук по центру. Ставлю резиночку. Шайбочку. Ну и процесс я там, ну, затягиваю от руки. То есть, даже как бы сильно мы не тянули, резинка все равно будет выдавливаться. И у нас будет штук стучать об кронштейн. Да, конечно, не так. Да, не сильно. Но когда мы будем ехать с большой скоростью по полям, данная процедура будет происходить. То есть, как мы это дело победили. Есть решение? Есть решение. В любом магазине. Но лучше у нас. Потому что у нас самый настоящий. Берем СС-20. Все прекрасно знают продукцию. Очень хорошая, очень классная. Почему амортизатор Виталяну не советую устанавливать СС-20? Некоторые конкретно приходят в магазин и просят СС-20. Потому что СС-20 делает масляные. Так, ну и смысл? Здесь резинка. Да, на этой резинке есть... Во-первых, втулка. Металлическая. Которая. И идет уже прорезиненный демпфер. И когда мы устанавливаем, все это дело у нас практически сидит. Да, демпфер как раз входит в отверстие металлическое. В отверстии металла об металла уже нет. То есть, и даже вот я ничего не закручивал. То есть, практически уже пожестче все это дело сидит. Да, согласен. Ну, вот такой, как бы, небольшая покупка к данному. Ну, а ети куда-нибудь можно применить. Можно их изначально поставить, как бы, и ездить какое-то определенное время. Но знать про них, чтобы нужно будет поставить. Вот так покажу, проще смотреться. То есть, то, что идет с амортизаторами, эти вот покупаются. Вот видите, демпферная втулка и металлическая. Вот разница просто-напросто. Вот так вам покажу. Не удивит то, что реально газомасляный. Ну, и газомасляный амортизатор, он всегда работает во положении. Что вниз, что вверх. Что нажатие, что на разрыв. То есть, и как бы сил не хватает, ну, жестко продавливается. Вот, теперь мы подойдем к задней части автомобиля. Итак, итог. Наперед мы ставим. Почему не Кояба в круг? Когда любит, все, давай по кругу. Да. Причем задние амортизаторы тоже у завода идут с пластиковым кожухом. Зад страдает больше всех. Берем Коябу задний амортизатор. Все классный, все хороший. И это ток исключительно на Витальяновской машине. Для коротышки Коябу в круг самый идеальный вариант. Ну, как бы на себе проверил. Он нравится. Коябу защитный кожух, также стальной, также газомасляный. То есть, поршень не больше. То есть, ну, там, не меньше. Как бы все по стандарту. То есть, берем вариант Витальяна. То есть, у него пятидверка. Машина бывает уезжает куда-нибудь в экспедицию на дальние поездки. То есть, максимально снаряженная. То есть, и мы берем непосредственно Монро. Монро газомасляный. Да. Ну, для сравнения, мы видим. Да, у Монро идет утолщение. То есть, больше поршень. Более мощный амортизатор непосредственно для задней части автомобиля. Потому что у нас она там грузится. И, как бы, людьми тоже там снаряжается. Да, прицепы, людей. То есть, нужен большой запас прочности. То есть, грубо говоря, мы в полтора раза от Коябы просто взяли больше запас прочности. Да, будет небольшая переплата. Вот. Ну, как бы, а лишнего ничего этого точно не будет. Только большой плюс. Кожух также защитный. То есть, у них идет. И, то есть, такая компоновка у Виталяна. Получается, зад идет Монро. Перед идет Кояба. И все. Ну, понятно. То есть, момент шаткости и валкости уже абсолютно никакой. То есть, машина будет уверенная. Чувствует дорогу полевую. И все. Поэтому. Ну, спасибо за консультацию. Думаю, очень будет полезно для всех зрителей, кто собирается себе установить или поменять газомасляный амортизатор. Тем более на него, думаю, сейчас мы исчерпывающую информацию вам, в принципе, предоставили. Согласен? Да. Ну, еще раз скажу, что индивидуально на каждую машину подбираются индивидуальные стойки. Я не говорю то, что, приходя в наш магазин, я всем там, как бы, говорю, вот там есть такие. Да, выбор я всегда даю. Но непосредственно сейчас, на данный момент, всегда учитывается бюджет. Как бы данных, аналоги данных амортизаторов тоже есть. Ну, соответственно, более бюджетные, чем они бюджетнее, тем меньше ресурс. Но, как работают заводские стойки, они все равно даже будут лучше. Намного, как бы, машина будет себя все равно увереннее чувствовать. Даже на бюджетных амортизаторах. Опять же, нужно компоновать. То есть, всегда спрашиваешь, прицеп там стоит, возит. Да, согласен. А даже, который, там даже взять пятидверку, стоит газовый баллон. Полный, снаряженный, сам по себе баллон. Я уж не помню, что килограмм где-то около 40-50 весит. Плюс, еще литраж залазит, около 80 литров. То есть, в автоматом 130 только в багажник загрузили. Ах, едете пустой. Ну, да. То есть, плюс 130, все. Стандарт будет работать? Да, будет, но недолго. То есть, а если мы зарядили, то есть, мы нагрузили лодку, не лодку, все положили. Посадили двух приятелей назад. Все, поехали. Все, пока до рыбалки поехали, все, амортизаторы кончились. Ясно. Все, ребята, приходите в магазин «Полный привод». Ссылочки будут все в описании. Ну, а мы едем устанавливать. Приехал я к официальному дилеру в сервис. Поменять четыре стойки стоит примерно 1100 рублей. Примерно. Просто покажу, как меняется. То есть, снимается колесо, откручивается верхняя гайка. Вот мы ее забрезгали. Откручивается нижняя гайка. И все. Вытаскивается, новый ставится. Здесь мы будем устанавливать резинки, которые мы с Аркадием разговаривали в магазине. С ними посмотрим. Так, здесь нужен специальный ключ, квадрат, да, сверху, Дим? Ну, да, можно. Сверху ставится квадрат или плоскогубцы какие-то, не знаю. Конечно, этим удобнее будет. В принципе, пошло легко. Обычно ломается или закипает. Что в таких случаях делаете? Срезаете прочее? Да, берем болгарочку. И самый простой способ срезать, да? Самый надежный, простой. Так, с этой стороны у нас не пошло. Квадрат оторвался. Гайка не откручивается. Наверное, сейчас возьмем болгарочку и отрежем. Ну-ка. Итак, про чем мы говорили? Вот про эту резинку без столки. Здесь будем устанавливать... Ну, да, то есть вот они родные стоят, которые... Да, да, но все как положено, завода. Да. Мы установим вот эти. Так, где мы здесь... Что за контором написано? СААС, да? Да. СААС. Ну, все. Давай, ставим новые. Давай. Прокачиваем газомасляные амортизаторы. Там плески. Моделат. Там, тут все. Угу. 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 Вот как раз эта втулка встает в отверстие, которое мы вам показывали в магазине. В принципе, установка несложная. Поставили здесь фаз, болт, сверху резинку, шайбу и гайку. И затягиваем. Замена задних амортизаторов. Поджимается задний мост. Болт раз откручивается и вверху откручиваем. Здесь даже задний амортизатор снимается без снятия колеса. Получается, здесь, смотрите, колесо назад. Отводим. И вот он, болт. Так все просто оказалось с задним амортизатором. Болт закипел во втулке амортизатора. И мы на данный момент не можем его выкрутить. Поэтому сейчас, наверное, снимем колесо. Где мы еще? Какие мысли? Как поступим? Ох, ну-то очень сложно. Будем пилить. Полмашины. Ладно, смотри. Сейчас найдем круг, болгарочку. И отпилим. Здесь без проблем, видите, открутилось. Потому что недавно менял задний редуктор. В принципе, снимали. А вот вверху ни разу за три года никто этот болт не откручивал. И как эти нюансы решать, пока тоже как бы не знаю. Ну и что дальше? Друзья, напишите в комментариях, как поступили бы вы в этой ситуации. Пытаемся расширить, чтобы болт вышел. Потому что гайка там тоненькая, приварена на точную сварку. И ничего, в принципе, не сделаешь. Такая вот трень, короче. Ну вот, смотрите, что происходит, когда болт закипает. Вот всего лишь. Вон она, гаечка там держится. Спасибо Дмитрию, конечно, что вот нахрен не послал. А добил до конца. Итак, что пришлось отпилить. Вот это вот проблема, видите, где болт закипен. Не прокручивается. Так, что Дмитрий решил, смотрите. Так как здесь мы расслабили, ну, болгарочка немножко попортили. Поставили две шайбы с двух сторон, чтобы металл обжал. И новый болт установили. Ну, и установили новый амортизатор. Здесь еще не крепили, но, по крайней мере, здесь уже нормально. Не знаю, как с той стороны у нас пойдет. Поэтому в гаражных условиях это еще сложнее все делать. Так, ну что, с водительской стороны болты открутились легко. Что низ, что вверх. В принципе, без проблем. Не пришлось ничего нам резать. Слава Богу. Да, Диме, дай Бог здоровья, как говорится. Ну что, друзья, эпопея замены амортизаторов. У меня подошла к заключительной фазе. Все мы заменили. Дима, тебе большое спасибо, что не отказал, что доделал работу свою до конца. Вот. И, конечно, вам интересно услышать от меня первое впечатление, да. Первое впечатление, автомобиль стал пожестче. Реально пожестче. И вот на поворотах немножко катался. Нет такого, что сильно она будет крениться. Автомобиль чуть пожестче. Но все испытания и все мои впечатления, это будет уже в другом видео. Когда мы будем кататься. И про амортизаторы я буду рассказывать. На данный момент мы с вами выбрали, что нам нужно. Аркадий вам рассказал. Вообще весь смысл про амортизаторы. И почему мы поступили. Наперед поставил одни амортизаторы. Назад поставили другие амортизаторы. Все вам это Аркадий рассказал. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. Пишите самые главные комментарии, что вы вообще думаете. Правильно ли мы сделали или неправильно. Все. Будьте здоровы. Ну и всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.